Добрый день! С обзором свежих журналов Алена Воронова. Если вы с трудом засыпаете, попробуйте надевать на ночь носки. Такой совет дает журнал «Будь здоров!» номер 10. Одна из распространенных причин бессонницы – нарушение терморегуляции, а носки – простейший способ ее устранить. В исследовании приняли участие несколько сотен человек. Результаты показали, что те, кто надевал носки перед сном, засыпали быстрее и спали лучше. Секрет кроется в расширении кровеносных сосудов ног и последующем равномерном распределении тепла по всему телу. Разумеется, речь не идет о жарком времени года, когда излишнее тепло, наоборот, мешает заснуть. Здесь же. Активированный уголь, несмотря на появившиеся дорогие аналоги, остается очень эффективным антидотом. Так, прием угля может защитить организм человека от негативных последствий употребления антибиотиков, то есть уничтожения кишечной микрофлоры, которая приводит к дисбактериозу. При экспериментах уголь не повлиял на количество антибиотика, попавшего в кровеносную систему, и не мешал борьбе препарата с инфекцией. При этом он защищал кишечные бактерии. Те участники, которые не принимали уголь, лишились за время эксперимента около 250 видов бактерий в кишечнике. Удивительное свойство шампиньонов открывает журнал физкультуры и спорт номер 10. Регулярное употребление этих грибов может помочь в борьбе с онкозаболеваниями и предотвратить их появление. При исследовании оказалось, что ежедневное употребление шампиньонов способствовало уменьшению развития раковых клеток. В шампиньонах содержатся микроэлементы, которые защищают организм от патогенов, провоцирующих появление рака. Достаточно употреблять 100 граммов шампиньонов ежедневно, чтобы защитить организм от онкозаболеваний. О Стоунхендже написаны книги, сняты фильмы, защищены диссертации. И тем не менее, неразгаданных тайн, связанных с этим памятником прошлого, остается очень много. Самое главное из них то, что Стоунхендж, который мы видим сегодня, вовсе не соответствует замыслу древних зодчиков. В его облик вмешивались не раз, в том числе и совсем недавно, в середине XX века. Более-менее подробно это можно проследить с XVII века. Отдельные камни растаскивали для строительства опор моста, крестьяне и туристы откалывали куски на память. Так что внешний вид многих клыб делал урок не древних бритов, а английских туристов. А в годы Первой мировой войны британские солдаты еще и начисто уничтожили земляные валы и каналы в районе Стоунхенджа. В 1901 году началась масштабная реставрация памятников. Памни выпрямляли, ставили на место, укрепляли бетоном. В итоге Стоунхендж стал уже не памятником, а искаженным макетом. Информация опубликована в журнале «Загадки. История» номер 38. В XIX веке были научно доказаны удивительные лечебные свойства рыбьего жира, напоминая журнал «Тайны XX века» номер 41. Произошло это в результате забавного случая. Врач из Вены Макс Кассовец искал лечебное средство от рахита, заболевание, от которого в Европе страдал чуть ли не каждый второй. Кассовец обнаружил, что фосфор успешно излечивает больных. Долгие годы он лечил больных, прописывая им фосфор. Успех был феноменальным. До самой своей смерти он писал научные статьи о его лечебных свойствах. Доктор скончался в 1913 году, так и не узнав, что его больные излечились от рахита благодаря рыбьему жиру, который Кассовец растворял фосфор. Эксперты и журнал «Женское здоровье» номер 11 обнаружили новый маркет болезни Ацгеймера. Им оказались проблемы с обонянием. Как выяснили врачи, они появляются задолго до расстройств памяти и интеллекта. Структуры мозга, участвующих в функциях памяти, коварный Ацгеймер затрагивает прежде стифон. Так что простой тест на запах может подсказать, что болезнь прогрессирует. Это был обзор свежих журналов, поступивших в отдел обслуживания Центральной городской библиотеки. Субтитры создавал DimaTorzok